В эфире новости НАПА-регион в студии Сергей Корабельников. Здравствуйте! Итак, сегодня выпуски. Все по проекту будет делаться, то есть бордюры будут меняться, будет асфальтовая часть новая. 70 миллионов на благоустройство, где уже начали реализацию программы формирования городской среды и как попасть в проект. Все планы нарушила война. Во время оккупации НАПА как мог помогал своим близким. Дети войны. История Вадика Каширина в нашем проекте помните. Хочу подружиться с многими из них и, ну, конечно, выиграть на соревнованиях. Единая команда, единая страна. В детском центре смена проходят юбилейные президентские состязания. Начнем с главного. В Анапе практически все готово к началу топительного сезона. На Кубани он стартует 1 октября. В нашем городе из 17 котельных 15 уже получили все допуски. На двух ведутся плановые работы. Они завершатся до конца сентября. Такая информация была озвучена сегодня на краевом селекторном совещании под руководством губернатора Краснодарского края. Глава Анапы Юрий Поляков подчеркнул, что вопрос подготовки к зиме находится у него на личном контроле. Особое внимание к объектам социальной сферы. Необходимо, чтобы в школах, больницах и детских садах температурный режим соответствовал всем нормам. В Анапе продолжается реализация программы формирования городской среды. Причем мы на Кубани стали одними из наиболее активных ее участников. Благоустройство дворов и общественных территорий. На это наш город получил субсидию из краевого бюджета. Почти 70 миллионов рублей. На что именно пойдут деньги в нашем интервью. В нашем городе в период с 7 декабря 2017 года по 16 января 2018 года проведен прием заявок на благоустройство дворовых и общественных пространств. Всего в управление жилищно-коммунального хозяйства поступило 58 заявок на благоустройство дворовых территорий и 59 заявок на благоустройство общественных территорий, которые были включены в эту муниципальную программу. В 2018 году будут выполнены мероприятия по благоустройству шести дворовых территорий и одной общественной территории. Общая площадь благоустройства территорий составляет 40 тысяч квадратных метров. В ходе реализации программы на благоустройных территориях будут реконструированы тротуарные асфальтобетонные покрытия, установлены новые детские игровые и спортивные площадки. С безопасным покрытием организованы зоны с беседками для отдыха и общения взрослых, предусмотрены новые парковочные места. Ну а полный список дворов, которые в этом году попали в программу, вы сможете посмотреть на нашем сайте anaparegion.ru. Добавлю, что проект будет действовать до 2022 года, так что у тех, кто сейчас не успел подать заявку, еще есть все шансы. Ну а как уже сегодня работает эта программа, проверила наша съемочная группа. Двор на улице Маяковского 80 из числа образцовых. Цветы, клумбы, игровые площадки. За всем этим жители следят и сами регулярно выходят на субботники. Подкрашивают, высаживают зеленые насаждения, убирают территорию. Недавно жители решили принять участие в федеральной программе по благоустройству дворовых и общедомовых территорий. Заявка была рассмотрена и принята. Была комиссия, было рассмотрение данной территории. Ввиду того, что это в центре города и здесь огромное количество населения проживает и также гостей города, было определено на комиссии, что данная территория попадает в данную программу. Кроме этого, на нашем округе также попала территория Крылова 12, 14, 16 и Космонавтов 34. Сегодня на объект прибыли специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства, подрядчики и представители управления по градостроительству и архитектуре. Их встретили общественники. Вместе обговорили детали благоустройства. Будут две большие игровые площадки, резиновое покрытие, будут тротуары, плитка, сделаны клумбы, облагорожены. На строительство выделено 8 миллионов рублей. Подобные проекты уже были реализованы в Славянске-на-Кубани и Новороссийске. Контролировать весь процесс будут анавские коммунальщики. Будем контролировать и технодзорить эти объекты. Мы сейчас находимся на объекте Маяковского 80. Подрядчик на этой неделе уже приступает по этому скверу, по этому адресу. Значит, все по проекту будет делаться. То есть бордюры будут меняться, будет асфальтовая часть новая, будет газонная часть, парковочные места будут устраиваться, новые архитектурные решения, мафы будут устанавливаться, тренажеры будут устанавливаться. Ну, все в таком итоге. Кроме этого, Управление жилищно-коммунального хозяйства пообещало сделать освещение во дворе. По плану все работы должны быть завершены не позднее 20 декабря. И к другим темам. Победу в Великой Отечественной войне во многом удалось одержать благодаря единству всех народов, которые жили на территории Советского Союза. Это основная мысль, которая звучала в выступлениях на старте автопробега по местам боевой славы. Мероприятие было посвящено 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Подробнее в нашем материале. Песни про Анапу чередуются с песнями военных лет. Напротив стеллы воинской славы припаркован десяток автомобилей. Во главе эскорт мотоциклистов Самвел Адаян уже более пяти лет как убежденный байкер. Буквально на днях вернулся из, как говорит он сам, небольшого путешествия по Кавказу. Доехал до границы с Ираном. Это вот как разница между машиной и мотоциклом. Это как смотреть просто телевизор и 3D телевизор. Теперь у него важная миссия. Участием в автопробеге он намерен почтить память павших, а также отдать дань уважения своему деду, которого призвали в 1942 году в пехоту. С ней он промаршировал до границы Белоруссии и Польши, где был тяжело ранен. К сожалению, я деда не застал. Это уже по памяти бабушка рассказывала, отец рассказывал. У меня так спорно хранятся письма с фронта моего деда. Письма уже личные, домой, жене, детям. Пассажирами автомобилей стали ветераны боевых действий, офицеры запаса, юнормейцы. Их приветствовали от имени главы курорта и города воинской славы Юрия Полякова. Анапская земля богато полита кровью защитников, тех героев, которые освобождали наш замечательный город. Мы все помним имена Дмитрия Калинина, Сурена Аракеляна. Сегодня Анапа под мирным небом, и мы благодарны им. В преддверии двух юбилейных дат, 75-летия освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков и освобождения Кубани, в Анапе ведется большая работа патриотического плана. Хочу пожелать автопробегу в добрый путь, а нам всем мирного неба над головой. Среди знаковых проектов, которые появились на территории Анапы за последнее время, новый сквер воинской славы в Субсехе. Там автопробег сделал остановку, чтобы его участники возложили цветы к мемориалу. Мы вместе, русские, украинцы, белорусы, армяне, все народы Советского Союза, как один, встали на защиту своей Родины. Мы должны помнить о событиях 75-летней давности, особенно сегодня, когда в странах Европы пытаются переписать историю, стереть в памяти годы борьбы советского народа с фашизмом. Инициаторы автопробега – организация ветеранов «Боевое братство». Помощь оказывают ДСААФ, Анапский центр армянской национальной культуры, а также казачество. Это память и боль той незабытой нами страны. Мы знаем, какой тяжелой ценой далась нам победа. Но правильно было сказано – выстояли, потому что мы были единой многоциональной советской семьей. Как отметили на митинге, эти мероприятия необходимы прежде всего для подрастающего поколения. Иван Марченко уже перешагнул эту планку. Ему 25. В 2016 году закончил институт и сразу пошел в военкомат. Отказался от лишних полугода отсрочки, положенных после окончания вуза. Сам попросился на Кавказ. Оказался в гвардейской части. До сих пор вспоминает марш-броски по пересеченной местности. Конечно, тяжело было. Особенно первые месяцы службы, они всегда самые тяжелые. Но потом со временем, как говорится, привыкаешь. Но, скажем так, я по своему направлению, как говорится, не только физической силой непосредственно занимаюсь, но и там очень серьезная умственная, скажем так, работа была. Этот автопробег, он большое значение имеет, в первую очередь, для наших молодых жителей Анапы, потому что это еще один способ напомнить о том, какие события происходили на нашей земле, сколько много было жертв принесено на то, чтобы сегодня мы жили в таком уютном, добрым и процветающем городе, в крае и в стране в целом. После минуты молчания, возложения цветов, а затем старт автопробега, который напомнил гостям и жителям города о приближении одной из ключевых дат в истории Анапы, дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Совсем скоро, 21 сентября, нам отметит 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, а уже 22-го мы будем праздновать День города. Программа мероприятий весьма обширна и интересна, и вы также сможете посмотреть на сайте нашей телерадиокомпании. А что сегодня жители и гости города желают Анапе? С этим вопросом наши корреспонденты вышли на улицы города. Так же хорошо развиваться, свою инфраструктуру развивается. Ну, а так, в принципе, все хорошо в остальном. Город чистенький, все хорошо. Красивый город, есть на что посмотреть. Прекрасно расположен, море со всех сторон, то есть можно по набережной погулять спокойно. Городу хочу пожелать процветания. Процветание... Город замечательный. Такого города нет в мире, он красивый, он... В нем есть все, и море, и горы, и пляжи, и все есть. Поэтому город наш нужно любить, городу оставаться таким, какой он есть. Хотелось бы больше пожелать позитива людям, чтобы были фестивали какие-нибудь. Спокойной жизни. Что еще могу пожелать? Чтобы все хватало. Мы периодически всегда приезжаем сюда отдыхать с детьми на бархатный сезон, в санаторий лечимся, у вас очень прекрасный край. И процветание, чтобы такой же чистый город, красивый, чтобы мирного неба над головой, естественно. И, наверное, любви, чтобы любовь здесь царила. Телерадиокомпания «Напа-регион» продолжает знакомить вас с героями Великой Отечественной войны, которые участвовали в освобождении Анапы. В те годы с врагом сражались не только взрослые, но и совсем еще дети. Сегодня в рамках телевизионного проекта «Помните» мы расскажем о юном подпольщике, а затем сыне паука 18-й армии Вадике Коширине. О чем может мечтать 13-летний мальчишка? О будущем? О том, какое дело выбрать? Чему посвятить свою жизнь? Но все планы нарушила война. Во время оккупации Анапы, как мог, помогал своим близким. Искал еду и добывал ее, часто рискуя своей жизнью. Недалеко от нашего дома был продовольственный склад оккупантов. Мне удалось помешать врагам уничтожить запасы ячменя. После освобождения Анапы в сентябре 43-го года стал сыном полка, воспитанником 28-й отдельной роты охраны штаба 18-й армии. Коширин Владислав Сергеевич награжден медалями за отвагу, за оборону Кавказа. После войны он вернулся в свой родной город. Окончил 7-летнюю школу и поступил в Анапский сельскохозяйственный техникум. Принимал участие в восстановлении города и разминировании Анапы. 15 апреля 1948 года подорвался при обезвреживании вражеского снаряда, умер от полученных ран. Похоронен на старом кладбище Анапы, где ему установлен памятник. Единая команда, единая страна. По таким девизам стартовали юбилейные 20-е президентские состязания. Почти 2000 школьников с всей страны приехали в детский центр смены. Подробности в нашем сюжете. 75 городских и 74 сельских классов команд, а также волонтеры и творческие коллективы прибыли в смену для участия в одном из самых грандиозных ежегодных событий – президентские состязания. Президентские состязания, наш бы непосторимый друг. Эти соревнования на три недели объединили всю страну. Юноша и девушка переехали в центр из 80 регионов Российской Федерации. Я осознала, насколько огромна наша страна и как много замечательных людей здесь есть. Я, безусловно, хочу подружиться с многими из них. И, ну, конечно, выиграть на соревнованиях, ну, или занять достойные результаты. Состязания проходят четыре этапа. Это школьный, районный, краевой этапы и финал во Всероссийском детском центре смена. В этом году в школьном этапе соревнований приняли участие порядка 11 миллионов школьников. Чтобы победить, им надо, чтобы они почувствовали единство, чтобы они знали, что они все одно целое, чтобы одинаково мыслили, были настроены на результат, и тогда они должны добиться успеха. Спортсмены будут соревноваться со своими сверстниками в основном и дополнительном видах программы. Сюда входит легкая атлетика, бадминтон, дартс и многое другое. Я не ожидал, что будет так круто. Мы просто приехали, нас сразу же заселили в номера. Это быстрее всего, где я был из лагерей. Эта атмосфера, вся духа, прям, ну, она насыщивает этим патриотизмом и желанием победить. Соревнования продлятся до конца сентября. Победители и призеры всероссийского этапа в общекомандном зачете среди городских команд и сельских классов будут награждены медалями, дипломами, кубками и памятными призами от Министерства образования и науки России. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. А все выпуски новостей вы сможете найти на нашем сайте anaparegion.ru. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова